Так, опасно ли христианину состоять в политических партиях или заниматься политикой? Почему же? Я думаю, что, может быть, это не опасно, но смотря, в каких партиях. Прежде чем состоять в партии, надо разобраться не в её лозунгах, а в её действиях. Посмотрите, что творят и либералы, за какую свободу они борются. Уж каждый сейчас действительно свобода. Мало! Им важно, не важно им что и чего, им важно бороться против и, звать Бог, такую партию вступать. Почему? Да потому что это просто грех! Это же действие против совести! Прямо против совести! Откровенно! Доходят до каких вещей? Есть такие партии, есть такие движения. Поэтому, прежде чем куда-то войти, как говорят так, не узнав броду, нельзя лезть в воду. Так и здесь. Но есть... Рождаются люди с разными способностями, с разными наклонностями. Есть люди, действительно, очень склонные к политике по уму, не по интересу. По интересу на базаре вы любую политику услышите, всё, что угодно. Там вам торговцы всё расскажут, о всех и всё. Вот. Так вот, если действительно заниматься серьёзной политикой, ну, для этого надо, для этого нужно что? Уже пойти по этой линии и учиться надо. Вот. И тогда человек может, конечно, заниматься политикой. Может! Потому что нужны христиане всюду. Но, скажу вам, это так же трудно, так же трудно, как заниматься, например, торговлей. И не обманывать. Бизнесом. И не подставлять там ножки. Любая человеческая деятельность, она сопряжена с очень многими опасностями. И поэтому здесь всё непросто. И политика, вы знаете, наполнена всегда ложью. Там всегда кто кого перехитрит. Как на войне. Какой полководец окажется более искусным, более, если хотите, скажу так, хитроумным, тот и победит. Так и в политике. Идёт постоянное это сражение. Постоянное. Всех со всеми. Вот. И поэтому здесь, конечно, было бы очень хорошо, если бы политики были христианами, которые могли бы иметь и ум, для того, чтобы видеть хитрости и лукавства других. И в то же время стремление предельно, насколько это возможно, осуществлять политику совести. Кстати, Россия всегда этим отмечалась. Именно политикой совести. Политикой доброжелательства. А вот, к сожалению, Запад – это просто диву даёшься. Они борются против ИГИЛа и тут же восстали против нас, как только мы стали бомбить ИГИЛ. Почему? Да потому что не ИГИЛ их интересует, а только Россия им. Вот кто мешает им сейчас, не даёт им полной власти в мире. Ещё Россия, никак они не могут её сломить. Вот здесь Америка с ума сходит. Ведь до каких глупостей доходит. Я помню, меня поразило, когда сбили вот этот самолёт, там, Боин, над Украиной. Так Обама, ничего не зная, президент Америки уже заявил, сбили, да, там, Россию или Донбасс. Вы подумайте только! То есть, до какой оголтелости уже доходят люди? Он же не понимает, что ты же кто? Президент! Ты же весь авторитет свой насмарку теряешь сразу, когда ничего не знают, и заявляешь это. Ничего! Всё там, всё можно! Всё, что против России, всё можно! Всё, что за, никуда не годится! Слышите? Вот это уже политика! Когда откровенная политика лжи, так действительно тут никак не захочешь и никому не посоветуешь, чтобы человек вступал в ряды такой партии или занимался такой политикой. А так, в принципе, возможно! Возможно! Только никогда нельзя забывать, забывать, что есть совесть, и эта совесть определяется христианскими началами жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...